Всем здравствуйте! Мы Юлия и Саня, и сегодня мы расскажем о том, как создавали библиотеку WeEasyLinens. Во-первых, представимся. Мы студентки 4-го курса фронтальной программы лингвистики НКУ, где мы учимся решать всякие задачи, которые требуют не только каких-то лингвистических знаний, но и каких-то технических. Поэтому любим НЛП. Плюс у нас на Капитале мы работаем в линей школе, курируем проекты школьников, всячески их агитируем в нашу сферу, и в прошлом году мы выступали на ДТ-фесте с накладом статьи. Начнем с того, что вообще синоним. Если совсем грубо говорить, то это по сути два слова, которые различны по написанию, по произношению, но обозначают одно и то же. И они приглашаются разных задач НЛП. Например, для аугментации данных, которым мы расширяем датасет за счет датасет существующего, можем размножить тексты, заменив слова на их синонимы. Для расширения поисковых запросов, когда мы выбиваем какое-нибудь слово «поисковик», мы хотим получать качественные результаты не только точь-точь совпадения, а в целом все, что мы с основной теме. Ну и в задачах извлечения конструктуры информации из текста нам полезны словами для решения коррекции, поскольку нам необходимо знать, когда два слова, а мы с кодому-то уже понятию или к сущности. Где можно найти синонимы вне нашего ресурса? Ну, всем нам знаком «Викисловарь» — это ресурс в Википедии, в котором на русском языке более миллиона статей. Он доступен в открытом доступе, можно спарсить синонимы оттуда, но далеко не для всех статей на «Викисловаре» есть синонимы, и в основном они есть у каких-то общеупотребляемых слов. Следующий ресурс — это «Рувернет», который тоже, думаю, многим знаком. В нем около 50 тысяч синсетов, и можно получить XML-файл для интеграции в свои проекты. Но этот ресурс уже достаточно долго не обновляется. И, наверное, самый простой и удобный для интеграции в проекте на битоне ресурс — это Яндекс.Словарь, который через API легко интегрируется. Но он использует данные Яндекс.Переводчика, то есть не размеченные вручную, и поэтому в нем могут быть ошибки. Посмотрим, как эти ресурсы справляются с конкретным примером. Здесь в «Викисловаре» есть синоним для «моллюска», в «Рувернете» вообще пустой синсет, а результат, который выдает Яндекс.Словарь, как минимум странный. Так как мы работаем в команде на базе Института системы информатики, которая занимается задачами обработки научных текстов, то нам для решения каких-то задач было бы очень удобно иметь свой словарь синонимов, который помог бы нам ускорить какие-то процессы. В общем, и на этот момент нам приходит в голову идея, почему бы не делать такой словарь самим на основе Википедии, поскольку в этой Википедии встречаются синонимы. Чем такой словарь был бы лучше? Во-первых, мы смогли бы охватить широкий спектр различных понятий, что нам особенно важно, поскольку мы работаем с научными статьями. К тому же, мы бы обновлялся постоянно, мы бы смогли не извлекать не только на сложные словаря, которые наиболее часто встречаются в таких словарях, а какие-то сложные из нескольких слов. И мы бы хотели сделать его максимально доступным, просто не только чтобы мы его могли с легкостью использовать, но и для вас. Ну и почему выбрали Википедию? Мы сможем извлечь много данных из очень много разных сфер, которые проходят какую-то эксперимент-проверку, и мы имеем к нему открытый доступ. Вспомним, как выглядит статья на Википедии. Ну, видим заголовок, аннотации, где как дается краткая характеристика того, что сидится в статье, уголовление и основная часть статьи. Она заинтересовала именно аннотация, поскольку если есть синонимы в статье, то встречается именно в аннотации. Сначала нужно определить, что именно мы будем считать синонимами в рамках нашего проекта. В первую очередь, как уже было сказано, мы обязательно хотим учитывать не только однословные понятия, но и какие-то более сложные термины. Так как мы создаем этот ресурс для NLP-задач, то основным критерием синонимии мы будем считать не какую-то семантическую близость, а именно взаимозаменяемость в определенном контексте. То есть в итоге мы извлекаем из статьи на Википедии синонимический ряд, который возглавляет основное понятие статьи. Например, мы в качестве синонимов извлекаем аббревиатуры на слайде и какие-то редко употребляемые варианты основного термина. В противовес этому мы точно не извлекаем имена и титулы людей, химические формулы и какие-то еще другие вещи. Когда мы решили, что мы будем извлекать, надо было понять, как мы будем это делать. И тут мы столкнулись с самой проблемой данной проекта. Это тоже статей в Википедии очень много, 2 миллиона на русском языке. И обрабатывать все это ручную невозможно. А нам как бы важна высокая точность. Поэтому мы решили попробовать регулярки, яркий пассер и элэнки. Но тут мы быстро поняли, что регулярками все-таки невозможно справиться. Это моя первая причина очевидна. Это ужасно, трудно, нечаянно удалить одну то и то, и потом придется на летнем час сидеть и плакать, найти ошибку. Ну и в целом, несмотря на то, что статьи, особенно на таз в Википедии, кажутся довольно простыми, единообразными. И все-таки существует даже правило о том, как правильно писать в Википедии. Синонимами равны и невозможно вхватить в супериативность. Поэтому мы решили действовать иначе. И к этому моменту у нас уже образовалась куберка из нескольких тысяч размеченных статей. С помощью чего мы обучили нано-написникатор, чтобы хотя бы интенсировать тексты по наличию синонимов. Что там, несомненно, очень сильно ускорил процесс работы. Ну и мы решили попробовать сначала яркие. Яркие библиотеки на Петоне, с помощью которых можно создавать контекстозависимые грамматики. То есть мы пытались зафиксировать все возможные лексические пропусционные маркеры, которые встречались как-то вокруг синонима. А также все контакты частей речи, которые вызывали сами эти понятия, которые мы хотели зреть. Ну, как, например, здесь такие маркеры, это также и союзы. Но и на этом этапе мы столкнулись с проблемами. В первую очередь, это проблема, о которой мы уже поговорили, это вариативность статей на Википедии. Например, в каких-то технических статьях достаточно часто формулировки слишком лаконичные. А в гуманитарных статьях могут быть очень многословные объяснения. И с такими случаями, очевидно, правила не особенно хорошо справляются. И следующая эта проблема, которая просто не могла не возникнуть, так как мы не работаем с русским языком, это амонимия. То есть ситуации, в которых у нас слова пишутся абсолютно одинаково, но значат разные вещи. Если такие синонимы попадут в разные синонимические ряды, это может путать работы алгоритмов, которые использует наш словарь. Например, если в тексте написано, что человек едет на Кубу, то не обязательно имеется в виду государство Латинской Америки. Но нам очень повезло, так как решение этой проблемы обнаружилось в самой Википедии. Это гиперонимы. Что такие гиперонимы? Ну, по сути, это просто родовые понятия. И если взять пример с Кубой, то мы бы смогли их сходить, поскольку она все-таки века в России, другая государство. Ну и плюс, если мы будем извлекать гиперонимы, это еще полезный, приятный бонус, поскольку они тоже сами по себе приглашаются в каких-то задачах NLP. И прежде чем извлекать гиперонимы, тоже надо было понять, что мы будем считать гипероним. Понятие кажется довольно простым, но на самом деле иногда трудно определить, где именно рисовать границы, что включать гипероним. Поэтому, например, мы решили точно извлекать биологические классификации, поскольку это самые, наверное, базовые, там, ну, возможные, там, вроде видовое отношение, которое может быть. Ну и мы решили не включать гиперонимы, всякие конструкции, типа один из, название и так далее, поскольку они скорее такие, но криптийные клише, которые нам особо ничего не дают. Так что здесь мы бы извлекли качество гиперонима «Автомобильный куб России», поскольку один из этого, ну, мы ее извлекаем, а старейший — это уже скорее уникальное определение, а не родовое понятие гипероним. Тут тоже надо было понять, как будем гиперонимы тестовать, а сначала в «рубли-спейсе», но не получилось, поскольку синтетическое структуропродолжение оказалось избыточным. Поэтому в итоге сошлись на комбинацию формального изучения всего от тире до первой структуры и точки, поскольку это плюс-минус совпадало, и LLM-ки. Мы использовали модели, которые были максимально доступны как в доступе, так и в ресурсах. Например, это библиотека GPT for All. Конкретно из нее мы использовали модель Mystrale, Gigachat от Sbira и Яндекс.GPT. У нас был вот такой единый промпт для всех моделей, в которой мы в few-shot приводим пример ввода и вывода для моделей и просим формат JSON. Так что в итоге получилось так, что с форматом JSON практически у всех моделей не возникало проблем, но все-таки бывали, но в основном нормально справились. Мы сразу увидели, что модели очень хорошо справляются со случаями, с которыми правила не справляются совсем. Здесь, например, Gigachat нормализует синоним и извлекает гипероним, хотя здесь нет ни одного тире и ни одной запятой. Мы далее сравнили между собой результаты всех моделей и обнаружили, что все модели немного хуже справляются с гиперанимией, чем с синонимией, что объяснимо, потому что логично это более сложное семантическое отношение. В результате у нас получилось такое качество. Лучше всего с синонимами справился Gigachat, а с гиперонимами формальное извлечение от тире до запятой. Мы для синонимов также решили попробовать объединить два бесплатных метода, это Мистраль и правило, и результаты стали лучше, чем отдельные результаты Мистрали и правил. Но для гиперонимов все-таки лучшим осталось формальное извлечение от тире до запятой, но нашей главной целью было не получить высокие метрики, а упростить работу разметчиков. И этой цели мы действительно достигли. В общем, после обработки огромного количества мы готовы представить нашу библиотеку. Мы ее продолжаем обновлять и разрабатывать, так что пользуйте и составляйте вещи, и мы будем рады услышать все ваши предложения. Функционал в библиотеке пока еще не полный, но уже поиск по синониму и связь с синонимами между собой, и поиск по гиперониму, который можно не только ображать какому-то какому-то какому синцету по гиперониму, но и в целом смотреть на все синонимические ряды, которые относятся к тому же гиперониму. Тут мы могли вывести на экран все характеристики, но мы решили раз как-то развлечь и поспрашивать в общем. Первый вопрос. Кто бы смог предположить, сколько гнез синонимов содержит товарь на данный момент? Какие есть приятные? Может это полохать, не знаю. Пять тысяч? О, приятно, что даже никакие еще есть. Десять тысяч. Десять тысяч, ну давайте. Шестьдесят шесть. Ну, если в среднем, если посуммировать, то я думаю, да, мы угадали. У нас на данный момент тридцатьдеять, примерно почти десять тысяч, но мы продолжаем размечать и расширять. Какое слово или фраза имеет больше всего синонимов? Здесь не обязательно угадать конкретное слово, но хотя бы из какой сферы оно может быть или гипероним угадать. На примерное слово есть какое-то предложение. Кто смелый? Ну, типа, выбивать можно? Ну, кстати, для русского языка целом довольно разумное предложение, но у нас все-таки фокус на каких-то понятиях никакого. Так что, ну, хорошее предложение. Ну, тоже у нас скорее какие-то понятия, термины. Можно разнообразные варианты, но мы вас это построим, возможно. Это такой малайский язык. На самом деле, закономерность, которую мы выделили при разметке, что чем меньше язык, тем больше у него синонимов. Это 22 синонима, возможно, 22 наносить. В общем, какое слово и правда чаще всего отличается списком синонимов? Тут, на самом деле, очень трудно угадать, но могу дать подсказку, если есть тут эксперты по географии, то, возможно, у них получится. Нет экспертов по географии? Ну, тогда расскажу. Чёрные. Так называют очень много в реках России. И у нас уже 18 таких. И последний вопрос. Какое слово или фраза является самым частым гиперонимом? Здесь тот, кто внимательно слушал, может догадаться. Подсказки были. Река? О, всё. Кажется, там человек больше помахать, как ты сказал. Возможно, мы себе на схеме дорогу говорим. Всё. Благодарим за внимание. Вот тут наша команда. Лена, которая, не знаю, работала... Нет части работы, в которой она не работала. Всё. От идей до разметки. Мы с Аней, мы в основном разработали методы именно для изучения основных гиперонимов. Я, с вами, Аня, гиперонимов. Настя, которая тоже помогала и с правилами, и с разметкой, и с этими прокладами. И Женя, который помог с выводками. В общем, тут опять ссылка. Если я слишком быстро привиснула. Мы, в общем, благодарим за внимание. Готовы выслушать ваши вопросы. И ответили. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, может быть, есть вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за доклад. Я открою секреты. Я этот доклад уже два раза слушал. Поэтому у меня вопрос был специфичный. А вы рассказываете о том, что существует ваша библиотека, ваш подход. А предыдущий подход, который был у WordNet, он, соответственно, плох тем, что он не обновляется. Какие у вас планы на обновление? А то сейчас вы тут закончите, и все, у тебя закончится. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, мы продолжаем в данный момент как-то размечать, обрабатывать тексты. Так что, я не знаю, пока силы есть, то мы собираемся этим разобрать. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы закончим институт, но из команды уходить пока что не собираемся. АПЛОДИСМЕНТЫ Будем надеяться, да. Потому что самое важное в инструменте, чтобы он был именно актуальным. Без поддержки инструмент, к сожалению, теряет свое основное ставление. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы в целом собираемся продолжать работу данной команды. И поскольку инструмент в команде будет нужен и для этого создан, то мы никуда не денемся. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, спасибо. Спасибо за доклад. У вас патриотека и тандеров наверняка очень много, потому что и слов в языке очень много. Подскажите, пожалуйста, как у вас лежат? Какая у вас структура тандеров и как вы по ним ищетесь? Такой скорее технический вопрос. У нас есть система индексации, поэтому лежат у нас индексы, по ним происходит поиск и потом уже индексы обращаются к конкретным синцетам. Вернее, у нас в одной группе синонимы и гиперонимы. Понял. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. У слова есть разные значения. И одна является синонимом другого, а другое значение не является синонимом. И они все, по-моему, синонимы. Это можно определить. Это только через контекст? Вот случаи, в которых слово многозначное, как раз для этого мы используем гиперонимы. То есть если, например, какое-то название, это название реки, и оно же используется для названия страны, то мы понимаем... Ну, из контекста в основном, да. Если упоминается, что это страна или это река, то мы поймем... Это только из контекста? Да. А как оценивается контекст? Потому что контекста много, да? Ну, мы создавали именно словарь, поэтому над его применением еще не работали. Но мне кажется, в каждой конкретной задаче можно понять, какой способ будет лучше. Ну, это человек, который может понять, а машина как определится? Ну, у нас как раз поэтому есть гиперонимы в данном словаре, чтобы можно было как-то выбрать, какое именно значение вам необходимо. А уже какое значение вам необходимо, это уже ваша задача. Наверное, вот так это все. А можно узнать, сколько примерно суммарно на это уходит времени, то есть на разметку всей команде? Сколько вы, примерно, потратили на создание такого? Ой, давайте... Лучше на самом деле приятно не думать. Тут самое главное, как-то, не знаю, систематично каждый день, там, пинать коллег, там, если ты разметил, то написать коллеге, ой, а я разметила сегодня, ты разметил. В общем, именно так оно и работает. Да. Точно. Если вопросов больше нет, наверное, носки, которые айси. А вот вы не уточнили, сколько все-таки в итоге время заняло размер? Вот. И годов. Спасибо. И весь третий курс. Не знаю. На самом деле, тяжело предположить, мы долго над этим работаем, и есть какие-то периоды, где мы активнее размещаем, где нет. Но вот что можно оценить, это то, насколько наша предразметка помогла укоротить этот процесс. Например, в самом начале разметка гиперонимов где-то на 100 вот этих вот маленьких аннотаций уходило час или даже больше, а сейчас минут 20. Спасибо большое за доклад. Мне очень понравилось решение с помощью гиперонимов решать проблему амонимии. А были ли такие случаи, когда гиперонимы не помогали? Ой, ну, как-то примерно… В 18 рек чёрная. Такие случаи есть, но надеемся, что их всё-таки мало, и можем либо придумывать, как эти ситуации решать гиперонимы. Соответственно вопрос, что делать, когда гипероним будет помогать. Будем думать над этим пока, что будем надеяться. Пока надеемся, что всё-таки с реками не сильно много будет проблем. Всё сделано website www. gapateconag.com Ассур В 17 классе В 18 В 17 М В 19